Сегодняшняя тема. Граждан РФ необходимыми лекарствами и вакцинами. Новый федеральный центр займется закупкой дорогостоящих лекарственных препаратов и распределением их в регионы. Так, например, центр будет закупать лекарства по программе «14 высокозатратных нозологий» для пациентов с гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоши, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уримическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозомаи, двух и ВИА-типов, апластической анемии неуточненной, а также для пациентов после трансплантации органов и, или тканей. Ранее обеспечением лекарствами этих пациентов централизованное занимался Минздрав. Помимо этого, центр будет закупать лекарства для страдающих туберкулезом и пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов ВС еще одна функция учреждения «закупать для медицинских организаций государственной системы здравоохранения вакцины, которые включены в национальный календарь профилактических прививок». Ранее писал, что Михаил Мишустин подписал распоряжение, обязывающее Минздрав создать «федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан». Работа нового центра, согласно плану правительства, поможет предотвратить возможные перебои с поставками препаратов и заранее сформировать необходимый резерв. Доктор Питер Ставь лайк и подписывайся на наш канал.